Если присмотреться, то окажется, что в Омске всё так или иначе связано с хоккеем. Главный вид спорта проник во все уголки и ёмкости города. От шиномонтажа до минеральной воды. По скользкой дорожке пошли даже африканцы. Другой дороги в Омске попросту нет. Юлия Алексеенко раскрыла тайну Омского ястреба. В городе Омске любят хоккей. Сильно любят, да отчаяние любят. Вот, пожалуйста, шиномонтаж под названием «Авангард». Вот, пожалуйста, рекламу минеральной воды «Омские ястребы». Рядом с ней портрет Херамира Ягра. Надпись «Питьевая вода победителей». А это заправка под названием «Омские ястребы». И патриотично заманивающая надпись «Заправляемся здесь». Остановка под названием «Омские ястребы». Вот здесь можно ждать автобус и любоваться эмблемой родного клуба. Есть еще и кафе в Омске, декорированное в стиле клуба «Авангард». А еще в этом городе попросту нет человека, который бы не знал, что такое «Авангард». Даже самые маленькие обитатели Омска в курсе всех его хоккейных дел. Малышка Даша на матче впервые в жизни, но уже глаз от поля отвести не может. Я думаю, что ей очень нравится, да. Потому что мы пришли полностью всей семьей. Там еще мама с сыном, у меня двойня. Им будет еще день тут трех лет, но уже, когда хоккей смотрят по телевизору, кричат «папа гол, папа гол». Обычно непохожие на других парней волей-неволей привлекают внимание окружающих. Но в Омске на матче любимой команды никто ничему не удивляется. «Почему мы здесь сегодня? У вас получается хоккей, это примерно как у нас футбол. Я настолько заметил, что вы насколько болеете. Мы решили сегодня, именно сегодня здесь, дадут вас смотреть. Что это такое хоккей?» Марина Фисенко – королева фанатов «Авангарда». Это практически официальный статус. Она же хозяйка салона красоты, в нем все напоминает о родном клубе. В гости к Марине нередко заходят девушки и жены хоккеистов. Елена Тайсон, невеста защитника «Авангарда» Антона Белова, здесь нередкий гость. Королеве фанатов и возлюбленные спортсмены есть что обсудить. Еночка, а вот приметы особые есть перед матчами? Да, перед матчами есть. Если это матч на выезде, то я в этот день категорически не убираюсь дома. Это Елена горьким опытом научена. Однажды помыла полы во время выездного матча. Извиной ее возлюбленного Антона пропустила четыре шайбы. Допустим, наша команда проигрывает или идет борьба не в нашу пользу. Мы с женами меняемся местами. Знаете, работает. Королеве фанатов «Авангарда» все эти тонкости тоже хорошо известны. Если кепка где-то была вперед валанчиком, то это обязательно назад снимается сетка «Авангарда», переворачивается это все, то есть ломает игру. А еще полезно, если шайба летит в ворота твоей команды, кричать «кыш-кыш-кыш», так, как это делает Лена. Да, спорт с приметами, цифрами и суевериями очень тесно переплетен. Вот Дарья Мирионкова, пресс-аташи «Авангарда МХЛ». Девушка обнаружила странную закономерность. Всякий раз, когда перед матчем она заходит делать укладку в салон королевы фанатов, ее клуб побеждает. Вечером у «Авангарда» играю, у нас будет возможность проверить эту примету на достоверность. А пока Даша укладывает волосы, мы сходим с вами в Омский музей хоккея. Самый забавный его экспонат – хоккеист Панечка. Ну, между прочим, вот эта игра в хоккей зародилась именно среди вот таких ребят. А вот форма, так сказать, первобытного хоккеиста. Она со временем сильно изменилась. Но есть в хоккее люди, облик которых вечен. Форма судейская осталась та же, которая и идет и сейчас. Музей построен в форме ледяной коробки с огромной шайбой посередине. Здесь немало кубков «Авангарда». Большой плакат хоккеистов чемпионского состава «Ястребов» 2004-го. И скульптурка той самой королевы омских болельщиков Марины Фисенко. Она посещала почти все игры тех лет. И была сделана так сказать. И вот эта небольшая скульптурка с подписями всех хоккеистов, которые были здесь. Она приезжала, смотрела и понравилась. В музее есть и плакат хоккеиста Леши Черепанова, трагически погибшего на матче в Чехове в 2008-м. Впрочем, в здании арены ему посвящен отдельный музей. Сюда болельщики пришли почтить его память 13 октября, спустя три года со смерти хоккеиста. Он успел за свою жизнь подарить нам кучу каких-то невероятных эмоций, радостных минут. И просто за это его действительно любят, очень все обожают омичи. Не многие знают, что Леша сейчас готовится снимать художественный фильм эстонский режиссер Ильма Раак, номинант на премию «Оскар». Моя первая реакция была чисто профессиональная. Я думал, что здесь великая история для хорошего кинофильма. Но потом я понял, что там еще кое-что более громче, больше. Это возможность жить страстью. Снимать такого фильма – это невозможно делать, как любую другую работу. Некоторое время назад, кстати, именем Леши назвали «Звезду». Ведь Алексей Черепанов был и остается маленькой яркой звездочкой и не только для жителей Омска. Мероприятия, связанные с хоккеем, в Омске организуют не только болельщики, но зачастую и сами хоккеисты. Так Александр Пережогин, например, приходит пообщаться с фанатами клуба. И не боится же Саша таких мероприятий. Вопросы у болельщиков разные бывают. Такие, например, как у меня. Играют «Авангард» и «Динамо Минск». Основное время и овертайм закончились в ничью. Идет вторая серия булитов. Вратарь «Авангарда» отразил два булита. Это вдвое больше, чем забили игроки «Динамо Минск». Вопрос. С каким счетом закончился матч, если в первой серии булитов обе команды забили только по одной шайбе? Не нашлось на это у спортсменов разумительного ответа. Но в омске хоккеистов любят, невзирая ни на что. И еще одно, без чего хоккейный Омск тоже представить невозможно – это ястреб. Ведь второе неофициальное название клуба – омские ястребы. Вот он, герой без маски. Его зовут Александр. Работает ястребом уже четвертый год. Нет никого сильнее команды нашей омских хомячей. Омский «Авангард». Есть в Омске и в прямом смысле слова «хоккейная птица» Коршун Паша. Он в прошлом сезоне результаты матчей предсказывал. Ему предлагали две кормушки с логотипами клубов, а он выбирал якобы победителя предстоящего поединка. Но стоило пернатому провидцу ошибиться раз так пять подряд, как и мячи всякое доверие к нему потеряли. Куда более продолжительным оказалось сотрудничество клуба с Надеждой Демичевой, судьей-информатором. Именно она на Омской арене произносит вот такие, например, фразы. Надежда начала работать с клубом 25 лет назад, с того самого дня, когда пришла устраиваться в Ледовый дворец администратором. А в итоге смогла построить карьеру в другом, казалось бы, совсем мужском деле. И женский голос, наоборот, бодрит и создаёт такое общение, как бы, что не только скучный мужской серый голос, а вот эмоционально такая, со штрихом, с каким-то, может быть, сексуальной хреботцой, как мне говорят. Ну и женский голос. А ещё на Омских матчах работает команда КВН физкультурного университета. Готовь чудо свежу, шли, думаю, посмотрим-ка мы хоккей. А так как без дела мы сидеть не можем, мы решили конкурс проводить в перерывах. Омские болельщики и не прочь разогреться, как следует между периодами. Пока КВНщики шутят, сотруднику пресс-службы Даши не до смеха. Примета, в которую девушка верит всем сердцем, может впервые не подтвердиться. Авангард горит 1-2, до конца матча полминуты. И тут на наших глазах происходит маленькое чудо. За три секунды до конца ястребы сравнивают счёт, а затем вырывают победу по булитам. И Даши на глаза сияют. Хочется напоследок ещё что-то вспомнить, говоря про любовь к авангарду в Омске. Но это, согласитесь, наилучший исход истории про город, который немыслим без своего хоккея. Юлия Алексеенко, Алексей Инжельский, всё включено.